68-ю годовщину со дня образования отметили подразделения вне ведомственной охраны Росгвардии. Группы задержания ежедневно заступают на круглосуточные дежурства, чтобы обеспечить правопорядок на улицах Нарьинмара. Поэтому многие сотрудники встречают свой профессиональный праздник на боевом посту. Тему продолжит Александра Литкова. Накануне профессионального праздника сотрудники ведомства предотвратили пожар в Нарьинмаре. Инцидент произошел во втором часу ночи в одном из многоквартирных домов на улице Ленина. Старшие сержанты полиции Вадим Нивин и Ильнар Шагаев предупредили жильцов об опасности и выявили очаг задымления. Забытая на плите кастрюля вполне могла стать причиной трагедии. Поступил сигнал о том, что в доме по улице Ленина произошло возгорание. По прибытию на адрес мы обнаружили, из подъезда валил дым. Мы стали стучаться в окна и в двери. Никто не открывал. Далее прибыли сотрудники МЧС. Дверь открыла хозяйка. Женщина пояснила о том, что она оставила ужин на плите и уснула. Я себя героем не считаю. Я просто стараюсь выполнять качественную работу. Свободное от службы время Вадим Нивин посвящает любимому хобби – страйкболу. Командная военно-тактическая игра помогает успешно сдавать зачеты по огневой подготовке и повышать уровень профессионального мастерства. Занимаюсь страйкболом около двух лет. Страйкбол помогает мне в неформальной обстановке встретиться с другими сотрудниками правоохранительных органов. От своевременного прибытия группы задержания на место происшествия зависит жизни людей. Поэтому особое внимание в Росгвардии уделяют исправности служебного транспорта и соблюдению правил дорожного движения. Скорость патрулирования, Виктор Андреевич, какая у нас? 40 километров. Так точно. Ну все, лучше сразу. Можно и помедленнее. Остановить автомобиль, заглушить, положить оперативным дежурным. Время несения службы соблюдать законность при общении с гражданами вести себя вежливо, тактично, вольно, по маршрутам шагом марша. Автомобильные патрули вне ведомственной охраны войск Национальной гвардии круглосуточно обеспечивают безопасность важных государственных объектов, охраняют общественный порядок, имущество граждан и организаций. Всех сотрудников, работников и ветеранов вне ясной охраны поздравляю с их специальным праздником 68-й годовщины и со дня образования службы вне ясной охраны. Желаю счастья, крепкого здоровья и семейного благополучия. Александра Литкова, Сергей Шарун для телеканала Север.